Из-за увеличения заболевших гриппом и ОРВИ в республике на карантин закрываются школы и детские сады. Скорая помощь в сутки получает до тысячи вызовов. Медики работают на износ и говорят, что такого не было со времен пандемии. Все подробности в материале Анны Голобаевой. Заболевание ОРВИ гриппом ежегодное, но на этот раз ситуация гораздо сложнее. Суточный прирост пациентов все больше, а количество вызовов только увеличивается. Особенно последние три дня. Показатели по республике достигли уже свыше тысячи. По словам врачей, мы практически приблизились к цифрам, которые были во времена ковида. Рост инфекции наблюдают по всему региону. Также медики напоминают, что в особой группе риском дети. В основном болеют у нас дети, но взрослые тоже очень много болеют. Основная причина вызова – это высокая температура. Идет какая-то тенденция к тому, что люди сразу заболевают с высокой температурой. Абсолютно все вызовы обслуживаются. Плюс нам помогают поликлиники. Мы тоже часть вызовов передаем в поликлиники. Справиться с большим потоком заболевших непросто. Врачи максимально прилагают все усилия, чтобы оказать помощь каждому. Но ситуация осложняется нехваткой медиков и бригад. Пациентам приходится ждать до двух часов в зависимости от категории вызова. Врачи и сами нуждаются в медицинской помощи, ведь риск заразиться очень высок. Многие уже на больничном. К работе активно привлекают и молодежь. Студентка медакадемии Алия Хасанова трудится в скорой недавно, но уже успела столкнуться с колоссальной нагрузкой. Своим смена длится 18 часов. Времени не хватает даже на легкий перекус. Очень много вызовов. У них нехватка бригад. Точнее, у нас уже нехватка бригад. И достаточно сложно, потому что постоянные вызовы, выезды. И, конечно, выезжать в два часа на вызов, и в восемь часов только утра заканчивается смена. И сразу на пары приходится ехать. В девять часов у нас начинаются пары. И достаточно сложно, потому что всю ночь не спишь и сразу на учебу. В первой половине дня на линии работает 66 бригад в целом по республике. А в ночную смену их количество стараются увеличить. Не только врачам, но и водителям сложно справляться с таким темпом работы. И это не считая сложности на дорогах. Дворы бывают закрыты. Ночью приезжаешь, сигналишь в два часа, в час ночи. Сигналишь. И когда-то, когда-то открывают. Даже в обед бывает несколько раз была такая нагрузка, что перекусываем на ходу. А ночью, вечером вообще невозможно попасть домой и покушать. А сидим 24 часа за рулем. Резкий всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается во многих регионах. Когда волна пойдет на спад, пока говорить рано. Медики призывают воздержаться от мест копления людей и соблюдать меры профилактики. Анна Голобаева, Владимир Кукоев, Новости Осетии.